Здравствуйте, это программа Город Эсс, и я Елена Чернявская. Ежедневно в России совершаются сотни уголовных преступлений, по каждому из них нужно собрать улики, показания, найти подозреваемого и доказать его вину. Этой работой занимаются особые сотрудники правоохранительных органов, следователи. Расследование преступлений – это очень сложный и порой очень запутанный процесс. Вот обычно в нем принимает участие целая команда профессионалов, оперативных сотрудников, криминалистов, различных экспертов. Все они выполняют важные функции, однако главным человеком в расследовании является следователь. Все об этой профессии я узнаю сегодня у моего гостя в студии. Дмитрий Владимирович Сумец, заместитель, начальник управления МВД России по городу Самаре, начальник следственного управления управления МВД России по городу Самаре. Здравствуйте. Здравствуйте. Побеседуем о вашей профессии. И первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, о профессии следователя, ну и, конечно, как вы и из чего начали свою службу. Вы знаете, профессия следователь, на мой взгляд, она очень интересная, очень важная, очень нужная, вы правильно отметили. И если брать корень слова следователь, то, наверное, это все-таки от слова исследовать. Потому что следователь действительно исследует обстоятельства того или иного преступления, обстоятельства той или иной произошедшей ситуации и, соответственно, собирает по крупицам доказательства и на основании собранных доказательств уже строит версии произошедшего преступления, устанавливает лиц его совершивших, ну и, соответственно, квалифицирует их действия. Профессия следователь, на мой взгляд, очень сложная, с одной стороны. С другой стороны, если вот брать те черты, которые необходимы для того, чтобы действительно стать хорошим следователем, это, наверное, прежде всего трудолюбие, прежде всего это здравый смысл, безусловно, ну и высокий профессионализм, знание норм Уголовно-процессуального кодекса, Уголовного закона, норм, значит, тех или иных нормативно-правовых актов, чтобы уметь грамотно применить их на практике, ну и, соответственно, квалифицировать действия того или иного преступника. Потому что, скажем так, вот конечной точкой работы следователей является вступивший в законную силу приговор суда. Я один раз беседовала с вашим коллегой, и он сказал, ты знаешь, это замечательный следователь, я говорю, ну почему такой термин применимый замечательный? А он говорит, все замечает. Вот это, наверное, тоже, да, критерий профессионализма. Но, тем не менее, как вы начинали свою службу, расскажите, почему вы выбрали именно эту профессию изначально? Сложный вопрос, с одной стороны. С другой стороны, наверное, все очень просто. Я пошел по стопам отца, отец у меня всю свою жизнь отдал службе в милиции, не в следственном подразделении, а в службе уголовного розыска. Но на момент окончания института и на момент выбора профессии все-таки я решил выбрать профессию следователя. Потому что, на мой взгляд, следователь – это, наверное, самое главное лицо в системе органов внутренних дел, то лицо, которое расследует то или иное преступление, то лицо, которое ставит вот эту точку в ряде запутанных случаев. И если представить пирамиду, то вот следователь как раз и стоит на вершине этой пирамиды. И все остальные сотрудники, по большому счету, они являются вот в определенной... Ну, может быть, сейчас коллеги из других служб меня несколько не поддержат, но все они являются, на мой взгляд, вот помощниками следователя в плане раскрытия и расследования преступлений. Поэтому я выбрал эту профессию, вы знаете, это был 2001 год, более 20 лет назад. Ну и, соответственно, ни дня службы я не пожалел о том выборе, который сделал. И действительно, я люблю свою профессию, мне она нравится. Ну вот так вот и был сделан выбор. Ну, вы сказали про своего отца, можно ли считать его вашим наставником? И если да, то, может быть, какие-то профессиональные тайны вам посвящал? Вы знаете, ну, безусловно, безусловно, его можно считать моим наставником. И, безусловно, я стремился идти по его стопам и достичь вот тех профессиональных высот, которых достиг он в своей жизни, в своей службе. Что касается профессиональных тайн, ну вот и практику я проходил в подразделениях уголовного розыска и в прокуратуре практику проходил. То есть те профессиональные моменты в расследовании тех или иных преступлений, ну, безусловно, он мне рассказывал. И это, безусловно, отразилось, ну, на моей дальнейшей судьбе и при выборе профессии, и помогало и при расследовании уголовных дел. А я сейчас хочу, чтобы вы вспомнили еще и о своих учителях. Были ли люди в начале вашего пути, в начале становления карьеры, ну, на которых вы действительно смотрели с большим восхищением и уважением? — Вы знаете, я вот считаю себя счастливым человеком, счастливым сотрудником. Мне всегда везло с учителями. Первым моим руководителем был Олег Витальевич Олейник, значит, который сейчас является руководителем главного следственного управления по республике Башкирия, генерал-майор юстиции. И хочу выразить ему слова благодарности за тот вклад в мою профессиональную судьбу, которую он внес. Также хотел отметить своих наставников. Да, действительно, приходя молодым сотрудникам, очень важно попасть к коллегам, которые действительно профессионалы, действительно переживают за наше общее дело. И очень большой объем профессиональных качеств я получил именно непосредственно от тех сотрудников, с которыми совместно сидел в одном кабинете. Они были, скажем так, тоже не взрослые, да, старшими лейтенантами. Я был молодым лейтенантом, то есть нам было интересно. Мы обменивались и профессиональным опытом, вместе обсуждали расследование тех или иных уголовных дел, и вместе, зачастую действительно, вместе находили решения вот тех или иных задач, тех или иных проблем. Что касается дальнейшей службы, хочу выразить слова признательности руководителю Главного следственного управления ГУ МВД России по Самарской области генерал-майору юстиции Зеленова Алексею Владимировичу. Семь лет под его руководством я несу службу. И, вы знаете, практически каждый день мы от нашего руководителя получаем абсолютно огромный опыт в профессиональном плане. И, знаете, зачастую, обращаясь с той или иной сложной ситуацией, получаешь четкий ответ, четкую помощь, и действительно все встает как бы на свои места, да, и думаешь, ну вот действительно, это, наверное, тот профессиональный опыт, которым Алексей Владимирович с нами делится практически каждый день. Поэтому хочу выразить огромные слова благодарности руководству Главного следственного управления в лице заместителей Болтухина Александра Александровича и Боровикова Игоря Петровича. Ну вот еще раз повторюсь, мне всегда везло с учителями, и поэтому вот всю свою профессиональную карьеру я как бы плечом к плечу, бок о бок, вот шел с такими людьми. Спасибо. Дмитрий Владимирович, ну вот рассуждая о вашей ежедневной профессии, профессии следователя, я так понимаю, что романтики-то очень мало. Расскажите, в чем заключается основная ежедневная работа следователя? Ну, безусловно, основная ежедневная работа следователя это расследование уголовных дел. Уголовных дел много, уголовные дела абсолютно разной категории. За каждым уголовным делом, за каждым преступлением стоит чья-то человеческая судьба. Это и судьбы потерпевших, которые несут либо материальные потери в результате совершения преступления, либо им причиняется физический вред, моральный вред, безусловно, это и судьбы подозреваемых, обвиняемых, которые либо раскаиваются в совершенном преступлении, либо, значит, не раскаиваются. Романтики, ну, действительно, в работе, наверное, немного романтики, но, тем не менее, тем не менее, вот, я считаю, что вот удовольствие от работы мы действительно испытываем, и удовольствие от работы, вот, я про себя скажу, испытываешь тогда, когда ты заканчиваешь то или иное большое дело, когда действительно ты качественно и грамотно собираешь доказательства, и когда действительно, значит, лицо изобличено и привлечено к уголовной ответственности. Ну, результат уже, наверное, общий, когда складывается от работы, да? Скажите, пожалуйста, много ли, если мы говорим о городе Самаре, о нашем любимом городе, много ли в следственном управлении работает женщина? Да, много женщин несет службы в рядах органов предварительного следствия города Самары, порядка 80%. Вы знаете, в последние годы идет тенденция к увеличению количества женщин в следственных подразделениях. Если взять ситуацию 20 лет назад, она была несколько другой, все-таки мужчин больше было. Сейчас мужчины, значит, больше идут в службу уголовного розыска, в службу по борьбе с экономическими преступлениями, но женщины абсолютно достойно несут службу. И, вы знаете, вот женщины зачастую более вдумчивы, более усидчивы и более качественно относятся вот к тем или иным мелочам, которые необходимо замечать в расследовании того или иного уголовного дела. И достигают результата. Ну вот, хотел отметить в качестве примера, значит, в следственной части у нас есть молодой следователь Ксения Зайцева, вот, буквально недавно ей окончено расследование одного большого уголовного дела, значит, по которому привлекаются 16 человек, которые совершили ряд преступлений в составе организованной группы. Объем уголовного дела составил более 170 томов. Одно обвинительное заключение по уголовному делу составило более 50 томов. То есть это, ну, колоссальный объем работы. И молодая девушка под руководством начальника отдела Политаевой Елены Олеговны, значит, эту работу они совместно проделали. Ну, я знаю, сколько бессонных ночей это им стоило, но, тем не менее, результат достигнут. Уголовное дело направлено в суд. И, соответственно... Виновные будут привлечены к ответственности. Да. Уголовная ответственность. Вы знаете, у нас на эту тему есть замечательный сюжет о буднях следователей. Следователей женщин. Давайте посмотрим. Дежурная часть управления МВД России по городу Самаре. Майор полиции Платов. Слушаю вас. Ожидайте на месте. Ничего не трогайте. Наряд скоро прибудет. Следственная оперативная группа на выезд. Следственная оперативная группа на выезд. Повторяю, следственно, оперативная группа на выезд. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Дмитрий Владимирович, каждый следователь знает, что в уголовном деле обязательно есть зацепка, которая поможет вывести злоумышленника, ну вот, как говорится, на чистую воду. Скажите, пожалуйста, а вот в вашей жизни случалась ли такая зацепка, которая вам помогла распутать вот такой большой преступный клубок? Вспомните ваше самое громкое дело. Вы знаете, как театр начинается с вешалки, так и любое расследование любого преступления начинается с качественного и грамотного осмотра места происшествия. И то, насколько качественно следователь его проведет, насколько совместно с экспертом следователь найдет и изымет следы преступления, в дальнейшем и поможет изобличить виновное лицо. Ну, если вспомнить случай из практики, можно вспомнить один из выездов на место происшествия. Я был ответственным от руководящего состава управления. Было совершено разбойное нападение на одну из точек по продаже разливных напитков. Соответственно, приехав на место происшествия, на место преступления, следователем, был проведен осмотр, был проведен опрос потерпевшей заявителя. Причем мы несколько раз возвращались к беседе с потерпевшей, и одной из фраз, которую она сказала, он раньше заходил, я его выгнала. Вот мы за это зацепились, начали выяснять, почему она его выгнала. Значит, она сказала, потому что у нас нельзя со своими спиртными напитками, у него была банка коктейля. Описала примерно, какой коктейль. Соответственно, значит, провели, организовали проведение осмотровых мероприятий в радиусе совершения преступления, и на соседней остановке в мусорном баке нашли банку из-под коктейля, соответственно, свежую. Эксперт ее изъял, наутро, значит, изъял с нее отпечатки пальцев, и наутро у нас уже вот по этим отпечаткам был установлен подозреваемый. И с утра участковый, уполномоченный, значит, приехал в один из районов, в сельском районе жил данный подозреваемый, ну и, соответственно, тепленького, скажем так, его по горячим следам достать. Отпечатки пальцев, я, конечно, не эксперт в делах следствия, но, тем не менее, отпечатки пальцев должны же храниться в базе. То есть, получается, отпечатки пальцев есть? Как же вы нашли преступника, если до этого... Он ранее привлекался к уголовной ответственности, да, ранее неоднократно судимый. Ну и, соответственно, вот в кратчайший срок качественная работа, прежде всего, с потерпевшей, и качественная работа следователя и эксперта помогли раскрыть преступление прямо в дежурные сутки. Дмитрий Владимирович, а вы помните свое первое дело? Вы знаете, наверное, не дело, наверное, это ряд уголовных дел. Придя молодым сотрудником и будучи назначенным на должность следователя, ну, месяц, скажем так, я учился от старших товарищей, и где-то через месяц уже мне отдали ряд уголовных дел по линии незаконного оборота наркотиков. Ну, действительно, дела простые, но, тем не менее, приходилось и устанавливать местонахождение подозреваемых самому, и доставлять их в отдел тогда еще милиции, ну, и, соответственно, проводить с ними следственные действия. И за два месяца мной было окончено порядка 12 или 13 уголовных дел, да, которые дошли до суда, и, соответственно, фигуранты были осуждены. То есть это вот первое направление деятельности. В дальнейшем было большое количество уголовных дел. Это и дела по кражам имущества, это и дела по экономическим преступлениям, то есть различные категории. Но есть такое понятие еще в вашем профессиональном кругу – это громкие дела. Вот громкое дело у вас было? Что касается громких уголовных дел, ну, можно отметить, это, наверное, так называемое сотовое мошенничество, когда подозреваемый, обвиняемый, находясь в одном из исправительных учреждений, совершал мошеннические действия в отношении граждан города Тольятти. Я тогда в Тольятти проходил службу. 53 эпизода преступной деятельности нами было задокументировано, соответственно, отталкивались от детализации, значит, разговоров фигуранта. Также устанавливали потерпевших, проводили по каждому эпизоду преступной деятельности, проводили фоноскопическую экспертизу, потому что сотрудники уголовного розыска, соответственно, задокументировали преступную деятельность. Ну и, соответственно, фигурант был осужден. Скажите, отличаются ли сейчас уголовные дела от дел, которые происходили, скажем, 10-15 лет назад? И в чем сейчас основная специфика нынешних уголовных дел? Ну и, конечно, сложнее ли их раскрывать? Вы знаете, специфика уголовных дел в настоящее время, она построена больше на информационных технологиях. Очень большое количество дел, уголовных дел и преступлений совершаются с использованием информационных технологий. В 2021 году в составе следственного управления создан специализированный следственный отдел по расследованию такого вида преступлений. Значит, данным, руководителям данного отдела налажено информационное взаимодействие и со Сбербанком, и с операторами сотовой связи, значит, и также вот в настоящее время с рядом банков проводятся переговоры вот именно по информационному обмену, чтобы получение информации о, значит, о транзакциях, банковских счетах, оно было, ну, скажем так, в режиме онлайн, путем доступа к соответствующей базе. То есть вот это важно. Действительно, 20 лет назад такого не было, и преступления все-таки носили контактный характер, а сейчас большая часть преступлений, прям очень большое количество, носят именно вот бесконтактный характер, и вот в этом сложность документирования, в этом сложность установления всех обстоятельств. Вы знаете, герой одного из моих любимых сериалов сказал, что в любом случае главные два мотива у любого преступления – это любовь и деньги. Сейчас это так или нет? Ну, вообще их три мотива, главных побудительных мотива, которые двигают вот вообще всем миром. Третий мотив – это власть, ну, безусловно, и в них всегда все укладывается. Я хочу спросить вас о работе с другими подразделениями, и насколько важно работать в команде профессионалов, и есть ли такая команда в вашем подразделении? – Вы знаете, вот я уже в своем выступлении остановился на том, что орган внутренних дел – это определенная пирамида, на вершине которой стоит следователь. И мы понимаем, что пирамида невозможна без вот всех ступеней, а работа следователя невозможна без взаимодействия. Безусловно, это взаимодействие и с экспертными подразделениями, как я уже сказал, это осмотр места происшествия, вот эта связка следователь-эксперт и оперуполномоченный – это то, что было, есть и, наверное, будет всегда. То есть вот именно они собирают первоначальные доказательства, строят версии, устанавливают те или иные обстоятельства и устанавливают преступников. Мы взаимодействуем в своей работе и с подразделениями уголовного розыска, и с подразделениями по экономической безопасности и противодействию коррупции, с подразделениями главного управления, это и Центр по противодействию экстремизму, это и БСТН. В принципе, следователь в своей работе по каждому конкретному уголовному делу взаимодействует практически со всеми профильными службами. Взаимодействие у нас, безусловно, налажено, и с руководителями подразделений мы общаемся не только в рамках, скажем так, каких-то официальных запросов, ответов, а и вот в рамках живого общения, да, и обсуждаем те или иные проблемные моменты. Ну, бывает такая ситуация, что действительно по телефону переговорили, то или иное решение совместное выработали, ну и, соответственно, достигли определенного результата. Интересуется ли молодое поколение профессии следователя, и вот как часто к вам приходят новые сотрудники? Вы знаете, к сожалению, у нас сейчас имеется некомплект в следственном подразделении, да, и нам, мы готовы рассмотреть кандидатуры молодых целеустремленных людей. Что касается молодежи, которые интересуются и приходят на работу в следственные подразделения, безусловно, безусловно, приходят. За 21-й год в следственные подразделения города на службу принято порядка 60 человек, соответственно, с каждым кандидатом я общаюсь лично, да, в неделю, ну, это порядка двух-трех кандидатов приходят с различных вузов. У нас налажено взаимодействие с вузами города Самары. Буквально в начале недели мой заместитель Кузнецова, мэрия Санжанна, значит, осуществляла выезд в Самарский юридический институт в СИН России, встречалась с выпускным курсом, со студентами выпускного курса. Более того, она входит в экзаменационную комиссию данного вуза. То есть лучших специалистов уже подыскиваете в местах учебы, да? Да, безусловно, безусловно, потому что многие молодые студенты выпускных вузов, они, ну, либо не задумываются, либо, может быть, даже не знают, а некоторые думают, что к нам на службу прийти очень сложно или невозможно, и нужно там какие-то знакомства, да, и какие-то там специальные условия. Абсолютно нет, мы готовы рассмотреть всех кандидатов, исходя из их профессиональных качеств. И именно для этого мы и организуем взаимодействие вот с выпускными курсами самарских вузов. Дмитрий Владимирович, ну, а вот сейчас давайте представим на секундочку, как будто я закончила юридический институт, пришла к вам устраиваться на работу, и очень хочу, чтобы вы стали моим наставником. Что бы вы мне сказали в первую очередь? Вы знаете, институт наставничества в следственных подразделениях, он действительно развит. В первую очередь, ну, что пожелать? Если пожелать, то пожелать, наверное, это целеустремленности, пожелать профессионального самосовершенствования, пожелать, ну, как раньше говорили, учиться, учиться и еще раз учиться. И вы знаете, следователь – это та профессия, где ты учишься каждый день. С каждым уголовным делом, с каждым следственным действием ты узнаешь что-то новое. И я бы пожелал вот именно совершенствоваться каждый день. Да, это упорный труд, да, это сложно, и стать настоящим следователем – это действительно сложно. Все-таки это профессия или призвание? Вы знаете, сложно так сказать, профессия или призвание. Ну, молодые студенты или молодые люди, девушки, когда к нам приходят, ну, наверное, сложно им сказать, что это мое призвание. Хотя очень часто они говорят, что я со школы или давно я хочу попробовать, хочу приносить пользу людям. Вы знаете, я бы это сформулировал как профессия, переросшая в призвание. Потому что вот я говорю всем, всем и своим сотрудникам, и молодым кандидатам на службу, которые приходят, я им всем говорю, очень сложно работать в следственном подразделении, в следствии не любя свою профессию. И вы знаете, я думаю, и более того, я уверен в этом, что каждый сотрудник следственного управления, он действительно любит свою профессию. И поэтому, ну, вот, это в любом случае перерастает в призвание. Спасибо вам огромное. Я сегодня получила огромное удовольствие от беседы с вами. Хочется пожелать удачи, удачи. Ну и, конечно, берегите себя, своих сотрудников и свою жизнь. Спасибо. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город С». Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин